А вы в курсе, ребята, о том, что RTX 3080 Ti по производительности такая же, как и 3090? Нет? Тогда сейчас я вам об этом и расскажу. Салют, пипл, с вами Хьюман. И мы начинаем. Что нам очень важно и при этом любопытно, то, что проект Geekbench подтвердил определенные данные по этой видеокарточке. Смотрите, у нас получается 80 мультипроцессоров, 10250 CUDA ядер и тактовая частота в 1.6 ГГц. Хотя 1.67, уточню. Хотя на самом деле это немножко ниже, чем мы ожидали, потому что перед этим, рассматривая эту видеокарточку, мы ожидали 1.69 ГГц. Более того, ребятки, похожая видеопамять GDR6X с объемом в 12 ГБ и тактовой частотой в 9.5 ГГц при скорости 19 ГБ в секунду обеспечивает максимальную теоретическую пропускную способность у нас в 912 ГГц. А все это у нас получается благодаря улучшенной ширине памяти, улучшенной ширины шины. У нас получается 384 бита. Говоря же за спек, у нас получается следующая интересная картина. Тестирую все на системе Intel Rocket Lake S с матерью Asus ROG Maximus 13 Hero. Ну и, естественно, уточняю по поводу процессора. Это у нас был Core i9-11900K при максимальной частоте, при этом в 5.3 ГГц. В итоге, видеокарточка у нас набрала 238 603 балла. Если же бы мы увидели статистику сразу же, сравнивая с RTX 3090, если бы Geekbench нам это организовали как одним слайдом, у нас бы получились следующие с вами числа. RTX 3080 Ti набрала бы 238 603 против 237 972. Да, это всего лишь 0,2%. Но, тем не менее, вопрос флагманской видеокарты 3090 теперь под вопросом. Да, естественно, мы можем сказать, что там все равно еще остается 24 ГБ. Вот такие у нас пироги по поводу RTX 3080 Ti. Я вам напоминаю, что у нас 31 мая проходит анонс и презентация всех новых видеокарт. Рестоков и так далее, но в частности 3080 Ti и 3070 Ti. А уже с 3-4 числа июня первого месяца лета мы сможем ее приобрести. В теории. Ну а с вами как всегда был Хьюман. И как всегда, кайфовой вам игры.